Здравствуйте, дорогие наши друзья и подписчики! Как многие уже знают, на днях мы приехали из поездки, ездили на операцию Ириночки. Решение об операции принимали непосредственно на месте по результатам анализов. И хоть немножечко еще не добрали веса, и не все анализы пришли в абсолютную норму, но в общем физиологическое состояние Ирины порадовало. На УЗИ оказалось, что опухоль немножко увеличилась в размерах и было принято решение операцию не откладывать. Это уже становилось опасным. В дороге Ириночка вела себя хорошо. Приехали мы 28 мая. Первый вечер знакомились, так сказать, с обстановкой, немножечко привыкали и 29 утром отправились в клинику. По результатам всех анализов, Рину начали готовить к операции. Операция наша, конечно, очень удивила. И мы были очень расстроены. Длилась она очень долго, более трех часов. Потом долго мы находились в реанимации, и лишь в 8 часов вечера Рину вынесли нам. И еще до трех утра мы находились в клинике под капельницами. Эту вот Риночку готовят к операции. И после операции наша доктор уже была в хорошем расположении. Удалось Рину спасти, вытащить, не потерять, хотя опасность такая существовала. Во время операции у нее было падение давления, остановка дыхания, остановка сердечной деятельности. Но спасибо нашим врачам и анестезиологу. Ариночку для нас спасли. Мы очень благодарны нашей любимой Ксении Сергеевне, Катюше, анестезиологу, что Ринуся все-таки с нами. Света, у нее вот такая вот опухоль. Так я покажу, давай опухоль лучше снимем. Нет, я не хочу опухоль, я боюсь. Ты не смотришь, она видео снимет. Вот такая опухоль на матке. Вот текущенькая маточка. Далее немножко физиологических кадров, кто боится пролеснитель. Вот это матка. Это яичники. Вот и яичники, один, второй. А вот эта вот опухоль, она выросла из тела и из шейки матки. Вот там вот шейка. Она очень большая для обезьяны. Это больше, чем арбуз в теле обычной средней женщины. Ну вот для этого рекомендуют, чтобы не вырастало вот это вот все, для этого рекомендуют стерилизовать самочек вовремя, в молодом возрасте, а не в старом. После реанимации интубацию решили не убирать на всякий случай, потому что восстановление было очень долгим и тяжелым. Надо было поднять рене температуру и отслеживать ситуацию. До трех часов утра, как я уже сказала ранее, мы находились под капельницами. Около 12 ночи достали интубационную трубку и в три утра отпустили нас домой, немножко отдохнуть. А с утра мы должны были опять приехать в клинику. С утра мы пытались Рину накормить, чувствовала она себя немножко пободрее, но кушать отказалась. И хоть из жадности и схватила несколько ягодок виноградинок, так она с ними и проходила до обеда. На ближайшие 4 дня, это стало больной темой, мы всячески пытались Рину накормить, а она всячески отказывалась. Каждый день мы ездили в клинику на капельницу, уколы, процедуры, осмотры. После клиники приезжали домой и вновь и вновь пытались Рину покормить. Благодарны всем, кто нас поддерживал и очень добрые и хорошие соседи у бабули. Капельницу мы принимали, так сказать, в личном помещении клиники. С нами вместе там находились еще друзья, которые одновременно ночью тоже получали врачебную помощь. Наши попытки накормить Рину продолжались. Ни первый день, ни второй, ни третий. Менялись блюда, состав тарелок, но Рина ничего не хотела. И лишь в вечер третьего дня, наконец-то, она изъявила желание попить. Правда, все объяснимо. Это Ринин шовчик мы показываем, потому что она получала много капельниц. Мы сидели на капельницах по 3-4 часа каждый день. И, видимо, из-за этого, может быть, это как-то восполняло ее потребность в еде и в питье. Затем количество капельниц начало сокращаться. Ириночка начала проявлять уже интерес. В том числе и к катетеру, который до этого ее не интересовал абсолютно. Но уже на пятый день катетер нам сняли, потому что капельницы уже отменили. Остались только уколы и ежедневный осмотр. На следующий день после отмены капельниц Рину Муся начала немножечко кушать. Правда, всего лишь огурчик. Наши поездки в клинику продолжались. И попытки накормить Рину тоже. Нам посоветовали лечебное питание, но обмануть Рину Сю не удалось. Это питание мы купили в аптеке. Оно было со вкусом банана и манго. И никакого интереса у Рины не вызвало. Йогурт, фрукты, ягоды, каши, сырнички. Ничего. Мы не могли уговорить Рину попробовать. Неизменным оставался только огурчик. В поездке Ринуся выбрала себе в домикам свою переноску. Чувствовала себя в ней спокойнее. И убегала туда, прячась от неурядиц и когда нужно было ехать в клинику. Но хорошо уже то, что Ринуся начала пить. И на шестой день проявила интерес и к месту, где мы жили. Начала ходить. Начала интересоваться, что лежит у нее в тарелочке. Даже немножечко что-то есть. Так она начала пробовать мандаринчик, черешенку. Пошла ругаться на соседей. Ну и конечно же обнимались с мамой каждую свободную минуту. А куда без этого? Кстати, оторванный кусочек носика тоже удалили во время этой же операции. Теперь мы его мажем малью и ждем, когда он заживет. И уже к нашему отъезду. Когда все процедуры закончились, последний укол мы решили сделать дома. Потому что уже предпоследний Рина перенесла очень плохо. Едва завидев крыльцо клиники, у нее началась страшная истерика. Она сильно кричала, ругалась с врачами. Не желала делать никаких уколов. И вела себя очень-очень нехорошо. Но ей простительно. Процедуры весьма болезненные. Уколы тоже. Дома продолжались наши попытки накормить Рину, уговорить, успокоить. И потихонечку к нашему отъезду Рина начала пушить. Она уже бутылочку там показала. Хоть и мало, но нас и это очень радует. Как мне целовечки купить не дам. Ничего себе ультиматумы. Ничего себе. Иди, папа, она тебе покажет, где бутылочка стоит. Иди. Где бутылочка, Ринус? Где стоит бутылочка? Покажи мне. А? Вот тут стоит? Да, моя ты умница. Ну-ка. Вот она бутылочка Ринусина. Иди скорее, выходи. Иди скорее сюда. Иди, доча. Одеваться надо. Не хочешь? На уколчике не хочешь? Не уходи, не прячь. Наконец, финальный исход в клинике. Не хочет ехать, да? Не хочет. И пора собираться в обратную дорогу. Это как раз последний укол, который сделала врач. Рина очень недовольна. Ой-ой-ой. Уже чувствуется себя весьма бодро. Готова капризничать и драться. Не ругайся, не ругайся на тебя. Тетя стерпит. Ругается, ворчит. Все как положено выздоравливающему. А я тебе верила. Да. А я тебе доверяла. Вот это издаваться-то не нужно. Все, домой поехали? Да. Домой. А возмущение-то сколько? А что возмущаешься? А там уже и аппетит понемногу стал возвращаться. Папа побаловал суши. Ариночка с удовольствием в них поковырялась. Попробовала мороженку. Правда, она пока быстро устает. Для поднятия аппетита мы даже несколько раз выходили на улочку подышать свежим воздухом. Девчонки, посидеть вышли на скамеечке. Рина, всех ругаешь, да? Всех ругаешь. Пусть не ходит, пусть не лезет, да? И, наконец, мы выехали домой, чему все были очень рады. Отдельно покажем, как мы с батенькой совершали подвиг и делали последний укол в домашних условиях. Покажем какие-то зарисовки с нашей поездки. Но главное, мы отчитались и рассказали вам, как прошла наша поездка, операция, как себя чувствовала Риночка, как дела обстоят сейчас. Дорога была долгой. Мы, наконец, уже дома. Малыши нас встретили тепло и прекрасно. Конечно, все соскучились, и мы тоже. Поэтому живем дальше. И огромное спасибо нашему телеграм-сообществу за помощь и моральную, и материальную, за добрые и теплые слова поддержки. Всем большой-большой привет от Риночки. Мы желаем всем добра и до новых встреч. Пока-пока.